Когда человек становится наполненным, ему есть что отдавать, ему легко тогда служить и в этот момент ему легко становиться смиренным, потому что смирение с нашей точки зрения, вот если вы, допустим, вам приехал лектор и он вам говорит, любите всех безусловной любовью, так он вам говорит, знаете, что он просто фантазер. Потому что ни смирения настоящего, ни безусловной любви у нас нет, это есть только у очень развитого человека, у святых людей это есть, потому что он себя воспринимает как душу. Что значит воспринимать себя как душу? Это значит, что точно чувствовать, знать свое будущее, что ты никогда не помрешь. Вот представьте, если вы знаете, что будет с вами после смерти тела, вот точно знаете. У вас будет страх смерти или нет? Ну такой слабенький. Вот представьте, вы точно знаете, куда вы придете. Вот, допустим, заходите в какой-то дом, он говорит, иди вот туда, звони, там будет такой, а ты никогда не был, и ты сомневаешься. Ну, допустим, я когда приехал сюда, мне показали квартиру, говорят, открывайте дверь вот сюда. Я только начал открывать, говорят, нет, не это, вот сюда. Я говорю, тогда сами открывайте. Я начал сомневаться, что я никогда там не был. Точно так же человек, который знает точно свое будущее, такое возможно, можно видеть будущее, и прошлое также можно видеть. С развитостью, когда душа, она начинает чувствовать будущее, предчувствие. Знаете, есть люди, предчувствуют свою судьбу. Все люди должны предчувствовать свою судьбу. Вот, допустим, мужчина, у вас все будет хорошо или нет? Как вы думаете? Да, видите, это предчувствие. А у вас, девушка, она уже не так уверенно сказала, потому что у нее сейчас более тяжелый период. Это уже я за нее предчувствую. Но она сказала, зная, что как бы есть вопросы, да? Так ведь, девушка? Так. Это видение, это и есть ощущение будущее. Вот вы так, когда я вопрос вам задал, вы соприкоснулись с будущим в этот момент. И он соприкоснулся с будущим тоже. Но можно соприкасаться чище. Но для этого нужно быть ближе к душе. Так вот, когда человек очень близко к душе, он, естественно, становится смиренным. Ему не надо с собой ничего делать. Но когда человек, а мы такие, мы все такие, за редким исключением, что мы не чувствуем себя душой, то для того, чтобы быть смиренным, нам нужны силы для этого. Нам нужны силы. И не надо человека обвинять в несмирении, если он устал, с работы пришел. У него нет сил. Посмотрите на него. Смирение в этом случае заключается в том, чтобы принять его капризы. Принять не означает мучиться под их влиянием, а просто понять, что человек устал. Тогда вам легче будет их переносить. Знание является истинным смирением. Ребенок капризничает, потому что он маленький, он неразумный. Иногда мать говорит, замолчи ты ребенку. Он еще больше орет. Почему он еще больше орет? Потому что он ничего не понимает здесь, куда он попал. Он попал совершенно в другой мир, который ему неизвестен. Он привыкает все здесь. И он не может замолчать, потому что ему страшно. Ребенок, каждый звук, каждый, даже чужой человек чуть-чуть, все, что связано с тем, что он не знает, он сразу начинает плакать. Почему? Потому что ему страшно. Он не понимает, куда он попал. Лично так же человек, приехав в другую страну, ему пять лет надо адаптироваться там, потому что все чужое. Другие люди, другие взгляды, другие отношения, другая политика, другая философия, другая правда. Все другое. Пять лет люди примерно привыкают к другой стране. Другой город переехал не так, как бы. Ну, тоже адаптация нужна пару лет. Но в другую страну вообще долго человек привыкает. Ну, как ребенок становится. Он так уходит, и вот такой вот. И он называется дезадаптация. То есть, его заново надо учить всему. Хотя он все знал до этого. Поэтому, допустим, иммигрантам нужно год где-то сначала дать возможность привыкнуть просто, а потом их учить уже, ну, допустим, специалист-врач. Им год надо давать какое-то простые задания. Нельзя ему сразу давать серьезные, потому что он дезадаптирован. Ему надо сначала вжиться в эту атмосферу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...